Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью» в студии Кристины Якупова. Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики в четвертый раз проводит республиканский турнир по национальной борьбе ХЭПСАГА и категории А среди подведомственных учреждений, курируемых организаций и силовых структур республики. О проведении турнира нам расскажет наш гость Вадим Шадрин, заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения гражданской обороны и надзора госкомобеспечения республики. Вадим Алексеевич, здравствуйте! Добрый день! Что означает категория турнира А? Категория турнира А означает возможность выполнить норматив мастера спорта по национальной борьбе ХЭПСАГАЙ, то есть это определенный статус турнира. На сегодня у нас в республике по календарному плану всего 34 турнира республиканских проводятся по национальной борьбе ХЭПСАГАЙ. Из них 15 турниров являются категорией А. Здесь требования такие, что, во-первых, призовой фонд должен быть более 300 тысяч рублей, ну и по количеству участников также есть требования. То есть в каждой весовой категории должны быть два мастера спорта по национальной борьбе ХЭПСАГАЙ и не менее 12 участников. Но наш турнир негласно является самым массовым турниром. Ежегодно принимают участие более 400 спортсменов. Мы знаем, что аналогично спортивное движение в прошлые годы проводила МВД республики. Какова система данного турнира? Да, вот данную систему придумали при проведении турниров МВД. Здесь, значит, спортсмены делятся на две группы. В первой группе входят спортсмены наших подведомственных организаций. Это спасатели МЧС, службы спасения, пожарные республиканских и федеральных служб, а также спортсмены авиалесохраны и члены спорт общества «Динамо». Ну, то есть все силовики туда входят. Это первая группа. А во вторую группу входят, ну, можно сказать, гражданские, все остальные спортсмены. Это студенты, это, получается, профессиональные спортсмены. Но мы проводим именно по данной системе, чтобы поддержать наших спасателей и пожарных в первую очередь. Поскольку из первой группы также выходит отдельный финалист и со второй группы тоже будет отдельный финалист. И победители данной группы, они встречаются в финале. А с какой целью проводится турнир? Турнир мы проводим, ну, в первую очередь в целях пропаганды здорового образа жизни, чтобы повысить престиж профессии спасателя, пожарных, чтобы поддержать наших ребят. Почему выбрали данный вид спорта хапсагай? Ну, хапсагай, несомненно, является национальным достоянием народа Саха. И с каждым годом данный вид спорта набирает обороты, совершенствуется. И здесь необходимо отметить, что данный вид спорта способствует развитию силы, ловкости, возможность оперативно принимать решения в сложные ситуации. И при чрезвычайных ситуациях человек как раз работает в таких напряженных условиях. И в целом данный вид спорта, по нашему мнению, способствует именно развитию данных качеств, которые помогают профессии и спасателей, и пожарных. Турнир включен в единый календарный план республиканских спортивных мероприятий. А что это означает? Это означает, в первую очередь, поддержку Министерства спорта. То есть те мероприятия, которые включены в единый календарный план, они, соответственно, образом, ну и выделяются определенные помещения. Вот мы ежегодно договариваемся с спорткомплексом «Триумф». Ну и плюс поддержка Федерации Хабсагая, то есть и судейский состав, и секретари, ну все помощники, вот они предоставляются и Федерации Хабсагая. А количество участников уже известно? Ну, итоговое количество у нас бывает известно после мандата. Он будет в эту пятницу. Ну, если смотреть предыдущие года, у нас более 400 спортсменов бывает, да, и в этом году мы ожидаем более 450 спортсменов. А какие условия и требования необходимы для участников? Ну, я вот про систему рассказал. Чтобы попасть в первую группу, в ту группу, которая проводится для пожарных, спасателей, для спортсменов спорта общества «Динамо», нужно, соответственно, подтвердить, да, что вы являетесь членом общества «Динамо», либо являетесь сотрудником службы спасения МЧС, либо противопожарной службы. Каким образом обеспечивается безопасность участников и зрителей? Ну, здесь мы соблюдаем все требования. То есть, соответственно, и в части обеспечения общественной безопасности заключаются договоры с частными охранными организациями. Также у нас до сих пор действуют ковидные ограничения. В этой части тоже все вот эти требования нами соблюдаются. Соревнование за почетный титул «Андархан» всегда собирает лучших спортсменов. В прошлые годы кто становился чемпионом? Ну, здесь хотелось бы отметить нашего спортсмена, из «Динамского» Улусова Игоря Сафранеева. Он является мастером спорта по национальной борьбе «Хабсагай», мастером спорта по вольной борьбе. Он неоднократно становился абсолютным чемпионом данных соревнований. Также Никита Хабаров, действующий спортсмен по вольной борьбе, входит в сборную команду Республики Саха-Якутия. Он также неоднократно выигрывал данный турнир. Вадим Алексеевич, а какой призовой фонд турнира и за счет каких средств финансируется турнир? Призовой фонд составляет 800 тысяч рублей. На абсолютное первенство мы выделили по 70 тысяч рублей победителям. Это получается весовой категории до 75 килограммов – 70 тысяч рублей. И свыше 75 килограммов – также 70 тысяч рублей. Ну и также победителям турнира по 20 тысяч, соответственно, первые места, и вторые, третьи – 15 и 10 тысяч рублей. Но здесь мы в будущем хотим, чтобы наш турнир обрел статус Гран-при. Здесь требование, призовой фонд должен быть миллион рублей, да не менее миллиона рублей. И, соответственно, в будущем есть у нас пожелание все-таки повысить статус турнира. Здесь необходимо отметить, что турнир проводится без привлечения бюджетных средств. То есть это полностью за счет спонсоров и за счет средств профсоюзных организаций, службы спасения государственной противопожарной службы. Турнир будут транслировать через СМИ? Да, прямая трансляция будет. Это по YouTube-каналу спорткомплекса «Триумф». Также «Спорт Якутии» будет осуществлять прямую трансляцию по социальным сетям. И также у нас будет YouTube-влог компании «Айрон». То есть через YouTube тоже можно будет посмотреть. Вадим Алексеевич, ваши пожелания участникам турнира? Ну, участникам, конечно же, я желаю удачи, чтобы наше мероприятие прошло без каких-либо ассессов, без травм. И пусть победит сильнейший, наиболее подготовленный спортсмен. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность нашим спонсорам. Генеральным спонсором турнира является «Сангарский угольный разрез». Ну и остальным спонсором – это «Полярные авиалинии», это «Якута Пторг», «Саха Нефтегаз Быт», это «Магазин Учур», это «ФАПК Якутия». Ну и другим всем нашим спонсорам огромная благодарность. Расскажите, а кто идейный организатор и вдохновитель турнира? Ну, идейным организатором, конечно же, является наш председатель Государственного комитета, это Дмитрий Николаевич Лепчиков и его первый заместитель, Иннокентий Михайлович Андросов. Ну, люди с определенным опытом в проведении таких турниров, организаций. И вот как раз мы с 2020 года ежегодно проводим данный турнир, и в этом году это будет наш четвертый турнир. Вадим Алексеевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо за беседу. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале. Актуальное интервью «Актуальное интервью» Оставайтесь на нашем телеканале.